Традиционное событие День оленевода в районном центре стартует 1 апреля. Подготовка к нему идет полным ходом. В дни празднования слета проводится много интересных национальных конкурсов. Новшеством этого года станет мастер-класс по изготовлению нарты. Мастер-класс по изготовлению легковой мужской нарты Медалёсь-Румы. Здесь своими глазами все зрители и гости увидят, как ставится нарта. Это все детали будут изготовлены и когда это все произойдет, как лего, бывает конструктор игрушка, и вот таким образом у всех на глазах наш мастер будет ставить нарту. Вот уже во второй раз состоится конкурс чумов Мядаил. Впервые он был проведен в прошлом году в рамках юбилейного Дня оленевода. Отметим, победителем тогда стала семья Любой Упойко. Мероприятия пройдут на площади около нового ЦНК Ялясеф. В этом конкурсе у нас участвуют, так же, как и в прошлом году, три семьи. Они покажут свою сноровку, посоревнуются между собой, кто же быстрее поставит свой чум. Установка шестов, покрытие чумов. И будем все вместе за них болеть. На праздновании в честь Дня оленевода состоятся и традиционные мероприятия, в том числе смотр конкурс национальной одежды. В нем своими умениями блеснут ненецкие мастерицы. Ожидается, что творческое соревнование соберет по традиции много участниц. Будут представлены привычные номинации – детская, подростковая, женская и мужская зимняя одежда. В этом году у нас в конкурсе национальной одежды, женская одежда, добавляется еще одна номинация. Номинация с меховым узором «Ягушка» и номинация одежда с бисерным узором. Поэтому будет немного легче жюри определиться с номинантами, с победителями. Состоятся также конкурсы для мужчин и женщин. Харби Хасова среди представителей сильной половины будут выявлять самого быстрого, ловкого и смекалистого. Для прекрасных девушек организаторы проведут конкурс «Вся до тоне». Самым главным событием празднования Дня оленевода являются соревнования по национальным видам. Спортивная часть будет проходить в течение трех дней. Участники вновь будут бороться за ценные призы и звание самого сильного и ловкого. Соревнования стартуют 1 апреля. В этом году организаторы внесли изменения в проведение самовозрелищного и экстремального вида – гонки на оленях упряжках. Участвовать в них смогут только мужчины. Решили, долго совещались, спрашивали совета у старейшин и решили не проводить женские гонки на оленях упряжках. Ну, старейшины пояснили, что это не является традиционным занятием в тундре, что женщины в тундре на оленях не ездят. Все виды спорта, кроме гонок на оленях упряжках, проведут на привычном месте. Силовые борьба и перетягивание палки на подиумах около Ямальской школы-интерната. Остальные дисциплины на площади у сцены. Это прыжки через нарты, тройной национальный прыжок с отталкиванием двумя ногами и метание тензиана на хорей. По информации организаторов, ожидается участие восьми взрослых и восьми детских команд. Гонки на оленях упряжках пройдут около вертолетной площадки. Там же будет организована стоянка для снегоходов. Непосредственных участников соревнования оленей ждут два кораля. Для тех, кто уже отбегал и тех, кто только готовится. Традиционное мероприятие вновь обещает стать самым ярким событием года. Гости из разных уголков, не только России и нашего округа, но и других стран, уже съезжаются в Ярселе. Главный весенний праздник готов к встрече. Виктория Ловецкая, Татьяна Журавлева, Виктор Утробин. Информационное агентство ЕТВ. 20 рублей за медицинскую маску на Большой Земле в супермаркете ее дадут бесплатно или же стоимость не превысит 1 рубля. Исходя из территориальных особенностей, и 20 рублей – это вполне нормально. Правда, в некоторых местах ее стоимость может доходить до 40. Единороссы совместно с отделом торговли вышли в рейд по магазинам. Поводом тому послужили недовольства, связанные с необоснованным ростом цен. Мы видим, что по некоторым позициям цены растут, но не скачкообразно. Понемножку, потому что некоторые товары короткого срока хранения и покупаются в ближайшее время, а цены уже на рынке выросли. Поэтому видим небольшой рост, но при этом не такой огромный. Однако совсем недавно на одной из страниц в социальных сетях появился пост про сахар за 200 рублей. Почему сахар такой дорогой почти 200 рублей стоит? Кто-то будет это контролировать? Откуда такие цены? Один грамм серебра стоит в два с половиной раза дешевле. Автор сообщения пожелал остаться анонимным и не уточнил, в каком магазине наблюдается такой подъем цен. В ходе сегодняшнего рейда проверили, так ли это на самом деле. Мы пришли в один из магазинов и проверили, как это на самом деле. Ну вот берем, допустим, цена за килограмм 110 рублей. Всего лишь 110. Не 210, как говорилось до этого. То есть, скорее всего, просто человеческий фактор, когда мы с вами наблюдаем картину не за килограмм, а смотрим общий вес продукта. Поэтому и эффект такой, что а, цены-то выросли. Другими словами, в упаковке вес может быть чуть больше килограмма, поэтому и стоимость выше. Сразу после введения санкций мы действительно столкнулись с ростом цен. Дорожает офисная бумага, антидепрессанты, кофе, техника, газированные напитки, автомобили, запчасти, продукты питания и бытовая химия. По сообщению специалистов торгового отдела, переживать жителям Ямальского района пока не о чем. Бензин, конечно, не подешевеет, как в Центральной России, а вот продуктов хватит всем, даже на период распутицы. Запас по району основных продуктов, питание с большими сроками годности сформирован на 50 дней. И сейчас осуществляется завоз на 3 месяца распутицы. Предприниматель из Ярселя Альберт Цератета, так же, как и все, готовится к распутице. Признается, в последнюю закопку был неприятно удивлен ценами на оптовых складах. Да и к тому же из-за роста стоимости дизельного топлива поднялась, подорожала и доставка. Я сначала запросил прайс, там уже было повышение цен, уже на предмет на 10-15 рублей. Они мне заранее уже предупреждали, что у нас будет завоз, новые завозы уже будут там от 10-30% на разные виды товаров, подорожание будет. Но даже после такой вот закупки цены поднимать владелец магазина не спешит, но планирует. Мы еще пока цены не поднимали, пока еще все выставляем, но на порядок, да, повыше на рублей 10 все равно поднимутся. Это не мы поднимаем. То, что еще соляра подорожала, еще грузоперевозки тоже повысились. Раньше за КАМАЗом мы платили 45-50, а сейчас уже 78 тысяч стоит КАМАЗ. Именно такое стечение обстоятельств приводит к поднятию цен. Жители Ямала, обеспокоенные повышением и отсутствием необходимых товаров на прилавках, могут пожаловаться в управление Федеральной антимонопольной службы по ЯНАУ. По каждому обращению специалисты проведут проверку. И, если будет обнаружено нарушение антимонопольного законодательства, торговые точки привлекут к ответственности. Если выявят нарушение в порядке ценообразования, данные передадут в профильную окружную структуру. В ведомстве работает горячая линия. Телефон вы видите на экране. Кирилл Геллерман, Марсель Галиев, Виктор Утробин, информационное агентство ЯТВ. Мастерица из села Панаевс Зинаида Климова стала обладателем звания мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел и гранта от губернатора. Ямазская кудесница от природы обладает мастерством рукоделия. Шет традиционные ненецкие наряды, также она создает стилизованную современную одежду. Изделия мастерицы узнаваемы по высокому качеству и манере их исполнения. Зинаида участница нескольких мероприятий окружного уровня. Не раз ездила на фестивале в города Надым в Салихард. В 2020 году ее работы заочно участвовали на выставке в Москве и стали победителем. Зинаидой был также присужден кубок. Мастерица в 2021 году признана лучшей в конкурсе изделий народных художественных промыслов и ремесел в номинации «Традиционный национальный костюм» этнофестиваля «Душа тундры». Отметим, звание декоративно-прикладного искусства и ремесел на Ямале вручается с 2005 года. Награда является формой поощрения граждан округа, внесших вклад в развитие и сохранение самобытного искусства народов Ямала. В территориальной избирательной комиссии Ямальского района всю неделю проходят дни открытых дверей. В гости к сотрудникам приходят старшеклассники 9, 10 и 11 классы. В ходе беседы ребята узнают много нового, в частности о самом Терезбиркоме, о сложном процессе, называемом выборы, об участковых комиссиях. Особый акцент тиковцы делают на правах молодых избирателей. Не секрет, что каждый из нас, а тем более дети, не совсем подкованы в этом вопросе. Помимо работы Терезбиркома, ребята познакомились с системой ГАЗ-выборы, при помощи которой подводятся итоги голосования. С сегодняшним классом это будет более 100 человек нас посетили. Знакомство с территориальной избирательной комиссией Ямальского района, знакомство с избирательным правом, задаем вопросы, получаем ответы, вручаем подарки. Вопросы разные про форму и порядок проведения голосования, про возраст, по достижению которого гражданин Российской Федерации обладает избирательным правом, о нормативных правовых документах и другие. Самых активных участников отметили приятными сувенирами. Но звучит, не смогая, звучит, Ищи колокол нашей культуры. Ежегодно 25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники учреждений культуры. В этот день честуют творческих и талантливых людей, которые приносят своим землякам радость и вдохновение. За добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры в Ямальском районе, в Ярселе почетными грамотами и благодарностями главы района награждены артисты и самодеятельные коллективы учреждений культуры. Примите, наверное, самые теплые от меня поздравления и благодарность и низкий поклон за то, что вы делаете для населения Ямальского района. Так Станислав Батурин был отмечен благодарностью за успехи в развитии культуры и искусства Ямальского района. За создание, сохранение и пропаганду культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера благодарность получила Яптония Неруй. Мария Кубасова за креативный подход к работе, успешный творческий поиск, активное продвижение библиотеки в социальных сетях. Звание мастер фольклорного жанра за вклад в возрождение, сохранение и развитие фольклора коренных малочисленных народов Севера Янао было присвоено Уляне Саратета. Мне очень приятно, конечно, получить название мастер фольклорного жанра. Я проработала в сфере культуры более 30 лет. Фольклор – это же уникальные произведения, это легенды, сказки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...